Сегодня был дождь. Казалось бы, что в этом удивительного? Вчера был дождь, когда-нибудь еще будет дождь, не вообще это, в общем-то, обычное явление. Но именно сегодня для меня почему-то дождь стал очень значимым событием жизни. Я забрал своего племянника из детского садика и мы шли домой. И в этот момент набежали быстренько так стучки и пошел дождь. Причем не слабый такой, а сразу ливнем. Я схватил его за руку и бегу и кричу, быстрее, быстрее, а то мы сейчас вымокнем, давай под крышу. Он бежит и мне кричит, почему, 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 я говорю, надо спрятаться, он говорит, почему, я говорю, потому что дождь, он говорит, почему надо спрятаться, я говорю, потому что вымокнем. Добегаем до ближайшего магазина, встаем под козырек, я встаю, а он выбегает периодически туда под дождь и так раз схватит эти капельки, забежит опять под крышу, смеется такой, радуется. Потом начал, значит, выбегать опять на дождь и уже не просто так вот мокнет, а давай, Том, вот так вот ловите эти капли. И он такой счастливый, я чувствую, что я заражаюсь тоже его вот этим вот состоянием, но при этом у меня включается, вот это какая-то наша привычка, условность. Ну, в общем, почему-то принято прятаться от дождя, вот. Я его опять пытаюсь затащить, а он мне говорит, почему, я говорю, потому что ты будешь мокрый, он говорит, ну и что. И вот здесь я задумался, смотрю на всю эту ситуацию и думаю, а правда, почему мы прячемся от дождя, как сложилась эта традиция. В общем, у меня не было ответа на этот вопрос, но по этому поводу я вспомнил такую историю, которую я когда-то прочитал и которая произвела на меня такое удивляющее меня впечатление. Значит, история была такая, что в одной семье жена постоянно, когда готовила мужу блюдо из индейки, кажется, она вот строго обрезала по определенному четырехугольнику эту индейку. И однажды муж ее спросил, почему ты так делаешь? Она сказала, это традиция семейная, так вкуснее. Но мужчина оказался неудовлетворен этим вопросом, и он задал вопрос своей тещи. Она сказала, ну потому что так делала моя бабушка. Бабушка оказалась жива, пошли к бабушке. Но, в общем, в ходе вот этих исследований оказалось, что, оказывается, традиция зародилась не потому, что так готовить вкуснее, а просто когда-то там по роду у кого-то была сковорода маленького размера. И поэтому именно под размер этой сковороды приходилось обрезать вот эту индейку. Так вот я вспомнил эту историю и подумал, вот может быть и с дождем так же когда-то получилось. Но эта история умалчивает. Поэтому, заразившись вот этим состоянием радости от своего племянника, я, в общем, вышел тоже из-под крыши. И мы с ним вместе двинулись в сторону дома, прыгая и намокая под дождем. И вдруг я подумал, собственно говоря, что плохого намокнуть под дождем. Я стал ближе к природе. Я закалил свое тело. В конце концов, помылся чистой дождевой водой. Потом я вспомнил такую практику, что небо всегда говорит «да». То есть, когда вы что-то говорите, вы для того, чтобы получить подтверждение этому и проверить, насколько вы правильно сформулировали что-то, обращайтесь всегда к небу. Ну, например, я счастливый. К небу обращайтесь, небо говорит всегда «да». Она говорит «да». Вы говорите «ой, что-то мне как-то грустно». Вы смотрите, мне небо говорит «да». Вот в зависимости от того, что вы говорите, небо все равно вам все это подтвердит. Я вспомнил это, и я Артему говорю «Артем, мы же счастливы». Он такой «да». Я говорю «небо всегда говорит «да». Мы такие на небо повернулись «да». А он такой говорит «мы мокрые». Я говорю «небо говорит «да». А потом он еще что-то начал придумывать. Все это кричать, поднимать к небу глаза. И, в общем, мы вот так вот весело дошли до дома. Соответственно, мы были мокрые насквозь. У нас промокли. Все с головы до пят. И полные ботинки тоже были воды. Но, я не знаю, это было реально такое счастье. И оно было в соединенности со всем вместе. Это была радость от соединенности с природой, от соединенности с миром. От того, что я был как ребенок. От того, что я поддержал своего племянника. И от того, что я задумался о том, что теперь, когда будут происходить какие-то вот такие вот моменты, я буду все-таки стараться не действовать по принципу «так принято», а буду задумываться «а почему?».